Владимир Милов, экономист, к нам подключается, а также экс-министр энергетики. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Вот я просто прочитал в Твиттере такой уже появившийся мем. Путин, мы выходим из зерновой сделки. Эрдоган, вы не выходите из зерновой сделки. Путин, мы не выходим из зерновой сделки. Вот у меня вопрос. Это действительно можно сказать, что Эрдоган, грубо говоря, и, там, не знаю, ООН, Европа, они передавили буквально Путина, или это все-таки некое заблуждение, и все намного сложнее устроено? Ну, передавили действительно, и это важный момент, который показывает, что на Путина есть рычаги, несмотря ни на что, что вот он не совсем такой отмороженный псих, как о нем многие говорят, а есть там элементы рациональности большие. Для него Эрдоган сегодня очень важен, потому что Турция стала главным таким инструментом маршрутом обхода западных санкций. Это, например, гораздо важнее, чем Китай или Индия сегодня, потому что турецкие компании и банки продолжают охотно сотрудничать с путинской экономикой, и там можно по разным позициям увидеть, как резко выросли объемы и поставок через Турцию, и в том числе по позициям, которые обходят санкции. Это взаимно выгодно. Эрдогану перед выборами, он хочет, чтобы вот этот, как дополнительная экономическая подпитка от России поддержала его рейтинг перед выборами июня следующего года. И Путину, конечно, это очень важно, потому что если Турция жестко вступит в число стран, которые вот участвуют в санкциях, то это будет еще дополнительный удар по экономике. Поэтому они так вот важны друг другу. С другой стороны, знаете, я всегда был с самого начала скептиком по зерновой сделке. Я считаю, что еще не вечер, и то, что Путин может вот так вот внезапно шантажировать этим инструментом, это очень плохой признак. То есть да, его сейчас каким-то образом уговорили, но смотрите, ему в ближайшие недели и месяцы будет больно. Скорее всего, Украина продолжит наступать. Скорее всего, продолжит наносить удары по Крыму, что является вообще таким священным моментом для Путина, как мы знаем. Что ему ответить на это? В общем-то, немного. То есть авиатеррор, ядерные угрозы, ну и все, что мы видели в последние несколько недель. Поэтому я думаю, что при этом скудном арсенале, как только Украина пойдет что-то успешное делать и продвигаться дальше, мы увидим новые угрозы зерновой сделки. Да, пока ее спасли вроде как, но тем не менее мы увидели, что у нее есть такая фундаментальная слабость, и она может просто рассыпаться по мысли, пришедшей в голову одному человеку. Владимир, сегодня издательство агентства опубликовало скриншот, который именно с вами хотелось бы обсудить. Давайте мы покажем пост из издания агентства. Это про нефть, экспертом, в который вы, безусловно, являетесь. Если вы видите этот скриншот, скажите мне, иначе мне его придется описывать. Потому что там сказано, что журналисты из агентства посчитали, что российский бюджет в октябре получил самые низкие доходы от экспорта нефти с марта, ну то есть с первого месяца войны. И далее они пишут о том, что после вступления в силу новых санкций в конце года, тенденция эта только усугубится, соответственно. Ну вот-вот мы наконец-то видим своими глазами то, что прогнозировали экономисты, то, что прогнозировали вы многократно в нашем эфире, эфире «Навальный лайф». Видим вот первую именно заметную, заметный индикатор этого. Скажите, пожалуйста, что будет дальше, насколько это можно прогнозировать, и будет ли этот нисходящий тренд теперь постоянным? Все это верно, и с самого начала войны Россия стала перенаправлять часть своих экспортных объемов нефти с традиционного европейского рынка в Азию. Мы увидели, что это связано с огромными скидками. То есть в Азии рынок и без того перенасыщенный, и азиатские покупатели, Китай, Индия и другие, они видят, в каких сложностях мы оказались, и они требуются российских экспортеров совершенно невероятной скидкой на баррель нефти. Кстати, вы можете их легко посмотреть, если вы наберете в гугле «Юралс бренд прайс дифференс». То есть бренд – это международный бенчмарковый сорт нефти, а «Юралс» – это российская экспортная смесь. Он где-то сейчас составляет около 25 долларов за баррель. Вот с этим связана такая вот ситуация. Когда мировые цены на нефть упали до 90 с чем-то, как мы сейчас видим, это значит, по сути дела, что Россия продает там, условно говоря, за 65 долларов за баррель власть. Это значит, что доходы неизбежно должны будут падать. Вот я думаю, что мы скоро официальную статистику от Минфина увидим по октябрю и увидим дополнительное падение вот этих нефтегазовых доходов. Но это еще не самое худшее, потому что реально, действительно, вы упомянули, что вступают новые санкции, прежде всего, европейское нефтяное эмбарго. А я повторю, что Европа всегда была и будет основным рынком, удобным для российской нефти. Это близко, там небольшое транспортное плечо. И если вот Европа жестко себя проявит, и это нефтяное эмбарго будет исполнять примерно так, как задумано, то это значит, что мы будем вынуждены очень большие оставшиеся объемы дальше переспублилять в Азию. Там для них никакой рыночной ниши нет. Там с нас потребуют огромные скидки. Это значит, что мы, в принципе, будем продавать нефть за бесценок. Кстати говоря, там издержки гораздо дороже. Туда дольше везти, там всякие вот эти проливы, суэцкие каналы, там гораздо дороже стоит фраг, страховка. По моей оценке, по сравнению с Европой, экспортировать нефть с Балтики или из Черного моря в Азию это минимум 10 долларов за баррель дополнительно, а скорее всего выше еще издержки. Поэтому мы будем получать оттуда меньше денег. Доходы бюджета очень сильно упадут. Напоминаю, что европейское нефтяное эмбарго вступает в силу 5 декабря. Таким образом, вот такие дополнительные негативные эффекты – это вопрос ближайших нескольких недель. И уже в декабре, я думаю, мы увидим очень серьезный обвал нефтяных доходов бюджета. Уже обвалились газовые доходы из-за перекрытия газового вентиля в Европу несколько месяцев назад. Теперь на очереди нефть. Мы видим, что бюджет уже в дефиците, уже тратит фонд национального благосостояния ускоренными темпами, чтобы этот дефицит как-то закрыть. И вот все эти процессы резко ускорятся буквально в ближайшие несколько недель. Владимир, еще отдельно хочу вернуться к вашей мысли, на которую вы привели, отвечая на первый вопрос, по поводу того, что Турция для Путин очень важна. Но также в эфире мы будем чуть позже обсуждать и события, связанные с Ираном. И вот мы знаем, что они сейчас поставляют активно беспилотники, ракеты, всяческие там обучают военных российских для того, чтобы они этими беспилотниками могли пользоваться. Но в то же время мы знаем, что там сейчас очень сильно неспокойно. Насколько зависим сейчас Путин от именно Ирана? Если там, допустим, поменяется власть, может ли это даже на экономику, в том числе и России, или вообще на экономику того региона, каким-то образом, ключевым образом повлиять? Ну, я пока, во-первых, не вижу, чтобы в Иране могла поменяться власть, потому что там вот эта вот тоталитарная диктатура Айтол, она держит страну в еще больше даже тоталитарном страхе, чем в России. То есть там уже много лет, как есть такая традиция просто убивать людей на улицах, стрелять по протестующим, поэтому вряд ли она сменится. Здесь вопрос в том, что в отличие от Турции, Иран не является большим игроком по мировой экономике. Да, это одна из крупных нефтедобывающих стран, но, наверное, и все. Потому что Турция все-таки страна большой двадцатки, это очень большая экономика. И если посмотреть на географию, Турция – это очень удобный коридор для того, чтобы в обход санкций транспортировать товары из международного рынка в Россию, из России на другие рынки и так далее. Иран, конечно, никак близко даже на Турцию в этом смысле не похож. Максимум, что Иран может, это вот какие-то имеющиеся у него вооружения, дроны, ракеты или что-то еще поставить Путину. Но в связи с тем, что Иран сам в течение длительного времени и многих десятилетий находится под жесткими санкциями, у него всего этого боезапаса немного. Таким образом, вот это путинское сотрудничество с Ираном, как и с Северной Кореей, например, это скорее такое жест отчаяния, он пытается вот дефицит артиллерийских снарядов, ракет, дронов, пытается компенсировать за счет того, чтобы несколько тысяч там чего-то вырвать у них здесь-в там. Это, конечно, его поддержит какое-то время, но очень короткое, и это не решит стратегическую проблему, потому что ни у России, ни у Ирана, ни у КНДР нет возможности производить весь этот боезапас и какие-то вооружения для поставки на войну с Украиной в таких объемах, которые Путину реально нужны для того, чтобы добиться каких-то военных целей. То есть это все просто временные, грубо говоря, как насосы на «Титанике». Они вот чуть-чуть Путину поддержат какую-то уверенность своих сил, но не очень надолго. Владимир, меня очень просят вас спросить в чате, и я заранее прошу прощения за такую не очень серьезную тему, не такой серьезную, как и нефтяные доходы, и внешняя политика. Читали ли вы сегодняшний пресс-стейтмент, если я могу так выразиться, партии «Яблоко»? Честно говоря, до меня доходят какие-то волны весь день. То есть я пытаюсь работать и заниматься чем-то серьезным. Ну, вы знаете, как кошка залезает там в экран все время? Вот до меня все время сбивают, значит, мне спрашивают, а что ты думаешь про «Яблоко», что ты думаешь про «Яблоко»? Я не видел, что они там понаписали, но мне кажется, что мы с вами вполне могли бы сделать такой автоматический генератор заявлений партии «Яблок», который просто на любое событие в мире, он всегда объяснял вам, что во всем виноват «Навальный», там, во всем виноват он на голосовании, во всем виновата какая-то плохая, не такая вся остальная оппозиция, которая вот мешает «Яблоко» танцевать и мешает ему бороться с Путином. Я не знаю, я угадал или нет, Мария, может, я ошибаюсь. Почти, почти сегодня была новая комбинация. Вы угадали только одно значение из трех. Значит, Владимир, я не знаю, можно ли вас назвать пропагандистом Навального, но соратником вас назвать точно можно. Так вот, мы с вами, партия СПС и радиостанция «Эхо Москвы» сегодня были обвинены в том, что мы с вами развязали войну в Украине. И партия «Яблоко» сделала заявление, что необходимо с нами срочно размежеваться, но я не понимаю, каким образом можно размежеваться с тем, чем мы не смежевались ни в какой момент. Но, тем не менее, если серьезно, как вы думаете, ну, объясните, пожалуйста, нашим зрителям, которые задают вопросы, у нас сейчас голосование идет, как это интерпретировать, нужно ли на это обращать внимание, имеет ли какой-то политический вес партии «Яблоко», зачем они говорят такие глупости и обвиняют людей, ну, по крайней мере, в нашей части, людей, которые борются с пропагандой, занимаются антивоенной пропагандой. Как можно нас обвинять в том, что мы развязали войну? Ну, кстати, там вот очень хорошее, с точки зрения временного горизонта, есть вот это упоминание партии «СПС». Партия «СПС», я напомню, была распущена ровно 14 лет назад. Ровно 14 лет назад. Это примерно хороший индикатор того, где вот эти вот часы остановились, то есть в каком году сейчас партия «Яблоки» находится. Но мне кажется, нет смысла тратить слишком много времени на то, чтобы это обсуждать. Но, с другой стороны, вот я просто всем рекомендую подписаться на мой YouTube-канал, и я делаю там цикл исторических передач про начало 2000-х годов, и как мы проспали восстановление диктатуры путинской, авторитаризма. И вот на самом деле вот эта импотентность старых демократов, и в том числе «Яблоко», она сыграла там очень большую роль. «Посмотрите, я это все делал, объясняю». Но просто все дело в чем? Я помню, я еще с Явлинским много же лет общался, и вот когда он выдвигался на президентские выборы 2012 года, и ему тогда тоже отказали в регистрации, у меня с ним было много разговоров на эту тему. И, честно говоря, я вот ему задал прямо в лицо вопрос, говорю, «Григорий, ну вот скажите, вы много лет колупаетесь уже, а вот как бы результаты не очень. Скажите, в чем вы видите свое главное достижение?» И он мне на полном серьезе сказал, что главное достижение – это то, что я сохранил партию. Вот как чисто техническую справку на бумажке, что вот у меня есть какая-то партия, там черт с ней, что она неактивная, ее там днем с огнем нигде не видно, деятельность она какой-то не ведет. Вот мне кажется, что вот то, что они периодически такие стейкменты выпускают, это свидетельство того, что для них ничего не поменялось, им главное сохранить какую-то свою лицензию и возможность в каком-то участке этой путинской песочницы продолжать колупаться. Вот если под этим углом на это все посмотреть, это становится понятнее. То есть они говорят там, типа, не выгоняйте нас из песочницы. Нам нравится, мы здесь возимся, хотим продолжать и будем ради этого, в том числе, говорить всякие глупости, лишь бы, соответственно, нас не посчитали реальным противником и из песочницы не сковернули. Владимир, спасибо большое. Владимир Милов, бывший замминистра энергетики России, был с нами. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и Путиным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok